Тема нашего занятия – виды договоров по аренде. На торгах по аренде у нас с вами есть три договора. Первое – это обычный договор аренды. Второе – договор безвозмездного пользования. Третье – договор доверительного управления. Аренда. По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное пользование или владение. Доверительное управление. По договору доверительного управления имуществом одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления. Говоря простыми словами, разница между доверительным управлением и арендой в том, что аренду мы берем сам по себе какой-то объект, а доверительное управление – это как будто мы взяли в аренду какое-то предприятие, либо по-другому бизнес. Безвозмездное пользование. По договору безвозмездного пользования одна сторона передает другой стороне во временное пользование определенные вещи, без взимания платы за пользование. Договор аренды. В ходе торгов определяется ежемесячный или ежегодный платеж. Или платеж за весь срок аренды. Может быть платеж за право заключения договора, может быть задаток, есть начальная цена, повышение с шагом аукциона. Договор безвозмездного пользования. Ежемесячная стоимость объекта – 0 рублей. Есть платеж за право заключения договора, шаг аукциона – 5%. Договор доверительного управления. Как правило, это конкурс, победителя выбирает по критериям. Высокая цена не является решающим фактором, может быть ежемесячный платеж, может быть платеж за право заключения договора.